Всем привет! Я Евген Шамет. У меня будет такой ненапряжный вступительный внутренний доклад, поэтому не переживайте. Я буду рассказывать про React Native Navigation. Состояние вещей на сегодня. Тут есть ссылка на GitHub. На GitHub есть код всех презентаций. На GitHub есть ссылка на эту презентацию. Она онлайн, написана на Node.js. На GitHub вы можете скачать код и запустить его. К сожалению, мои демки были сделаны на Expo, а Expo вчера изменил условия использования, и он перестал разрешать QR-коды. Поэтому сейчас единственный способ на сегодня загрузить демки и попробовать, это реально их загрузить и запустить. Ну, или посмотреть мои дипочки. Про меня. Я разработчик. Я разрабатывал уже около 11 лет. Я разрабатывал длительное время под iPhone, разрабатывал под Android. Я попробовал разные вариации. Кордова, Титаниум, но реально в восторге я остался только от React Native. React Native это же классная штука. Сейчас, в последнее время, я вообще в принципе пришел из веба. То есть я активно разрабатывал на React, и где-то год назад у меня выпала возможность поработать на React Native, и в принципе я продолжаю. Переходим к кейсу. Кейс был такой. Мы разрабатывали приложение на React, и нам предложили сделать мобильное приложение к веб-сайту. И, ну, представьте, я разрабатываю на React, я читаю все эти новости, я слежу, смотрю, что есть React Native, и он очень горячий, очень хочется его попробовать. И я пилю демки, вроде бы все получается классно, мы договариваемся уже что-то запускать, и я сталкиваюсь с первой проблемой. С первой самой ключевой. Что? Навигация. На самом деле в мобильных и вебе навигация достаточно разная, потому что в мобильных мало места на экране, в мобильных навигация это ключ. В вебе все может быть немножечко попроще. Причины, опять же, навигация это первое, с чем сталкивается разработчик, и разобраться в этом всем пространстве достаточно сложно. Мой доклад, в принципе, ориентирован на людей, или которые хотят попробовать React Native, и не знают, с какой стороны к нему подступиться, или для людей, которые хотят попробовать в жизни все, но у них маловато времени. Поэтому мы рассмотрим разные подходы к навигации, и вы сможете скачать демпу и посмотреть, как там все организовано. Давайте начнем, в принципе, общие принципы навигации на устройствах. Первое. Navigation stack. В браузере все немного не так. Там есть назад-вперед, есть история, но на самом деле navigation stack – это ключевой момент мобильных приложений. Экраны, когда добавляются, они складываются один на другой, вы можете перейти на прошлый экран. На андроиде тоже есть navigation stack, но они организованы немного по-другому и выглядят тоже чуть не так. Табы. Для того, чтобы в iOS всем приложениям управляют табы. Ну, если у вас таб-бейс приложение, ну, это самый популярный вариант для бизнеса. В каждом табе у вас есть отдельный стенд. То есть, если вы открыли, три экрана наложили, в одном табе переключились на другой, вернулись назад, у вас там все еще тех три экрана, и вы можете вернуться назад. Андроид. Когда я разрабатывал на андроиде, это было где-то около лет пяти назад, там было все достаточно плохо. Еще не было драйвера, и в принципе, функцию табов выключали swipable, тогда еще не swipable, тогда еще просто switchable views. Switchable views вообще капитально отличаются от табов, это на самом деле чисто примитив внутри activity, то есть, они никак не соотносятся с Navigation Stack, вы переключаете экран, и у вас теряется состояние. Со временем андроид развивался, сейчас он стал значительно получше, и в нем появился аналог табов. Аналог табов, но не полный. То есть, у вас не сохраняется в каждом табе, в каждом элементе драйвера, не сохраняется Navigation Stack. Когда вы переключаете драйвер, у вас Navigation Stack опустошается, и туда ложится первый экран. То есть, в общем, о чем я хотел сказать. О том, что согласовать навигацию на андроиде и на iOS, это не супер простая задача. Реально этим занималось много библиотек в прошлом, и не у всех получалось. Точнее, скажем так, у всех не получалось, и у React Native тоже были с этим большие сложности до недавнего времени. Прошлое решение. Когда вы начинали разрабатывать на React Native еще буквально, не знаю, полгода назад, вам предлагалось пользоваться навигатором. Навигатор это было достаточно такое примитивное решение, которое, в принципе, не позволяло вам реализовывать сложную бизнес-логику. Он был простой, он был хороший для начала, для того, чтобы попробовать УТД, но он был не готов даже для того, чтобы сделать простое какое-то бизнес-решение. Он был недостаточно мощный, и в конце концов его выпилили насовсем. Навигатор iOS. Навигатор iOS это вообще классная штука. Ну, классная она, потому что оборачивается тупо вокруг UI-навигатора контроллера iOS, а он сделан неплохо. Но согласитесь, вообще разрабатывать на React Native приложение только под iOS, это немного странновато. Ну, возможно, это чем-то вам поможет, но на самом деле iOS и так неплохая платформа и достаточно простая в обучении. У меня был случай, когда мы разрабатывали на Титаниуме. Титаниум это была такая платформа 300 лет тому назад. Мы начинали с того, что Титаниум поддерживал все платформы, было все классно. Со временем мы потихонечку отказались от маргинальных платформ типа BlackBerry, типа Windows. Потом настал ключевой момент. Через два месяца мы отказались от Android и продолжали разрабатывать через замочную с классом Титаниума приложение под iOS с помощью каких-то сложных инструментов. Поэтому я, честно говоря, не фанат подхода использования каких-то сторонних приложений и каких-то сторонних технологий, чтобы разрабатывать под одну платформу. То есть React Native для меня в первую очередь это кроссплатформенная разработка. Поэтому, ну, не знаю, не классный навигатор iOS. И, кроме того, он не очень развивается. Ну, то есть практически вообще не развивается в последнее время. Navigation Experimental. Это была первая попытка что-то решить. Это был стандартный подход React Native. Он позволял вам реализовывать сложную навигацию. Но особенность в том, что он именно позволял. То есть он вам, в принципе, предоставлял очень мало всего. Вам надо было реализовывать как логику всю вокруг него, так и все отображение. То есть рисовать все эти табы, там, стэки, как хотите. В конце концов, его задипритеетили. X Navigator. Это сторонняя библиотека. Она, в принципе, в свое время служила неплохо. Но разработчики сами признаются на официальном сайте, что она содержит какие-то серьезные недостатки в дизайне. И содержит кучу багов. Короче, они его тоже закрыли. В общем, недостаточно хорошо. Нам нужно поискать что-то получше. Первое, с чем сталкивается разработчик, когда попадает в React Native. А в React Native разработчик вообще обычно попадает из веба. Ну, так получается. Потому что если человек знает React, то ему достаточно просто перейти. Первое, с чем он сталкивается, это React Router. React Router вообще классный. Вот, кстати, демочка. Вы ее тоже можете загрузить и попробовать. Она очень примитивная. Смысл этой демки показать, что, в принципе, вам не предоставляется тоже ничего. Вам надо делать все самостоятельно. Делать кнопочки назад самостоятельно и так далее. Да, тут есть знакомые ребята. Да, кстати, я преподаю в университете. Это моя группа любимая. Код. На коде мы сосредотачиваться сильно не будем. Но что классно вообще в React Router, то что, в принципе, вам надо заменить роутер на Native Router. И все, поехали. Уже классно. Ну, конечно, чтобы перейти с JS, с веба на React Native, надо будет какие-то дополнительные усилия. Но, в принципе, по навигации вам особо больше ничего не надо менять. И это прекрасно. Это просто и красиво. React Router сейчас четвертый. У него есть пакет React Router Native, который, в принципе, намекает на то, что будет какое-то развитие дальше. На то, что будет лучше. В принципе, пока что все, что они реализовали в React Router Native, это дип-линкинг. Кто-то работал вообще с дип-линкингом? Слышали про такую штуку? Дип-линкинг позволяет приложению обрабатывать ссылки исходящие и входящие. В принципе, да, для роутера это достаточно ключевой функционал. Но, честно говоря, я не уверен, что надо было начинать именно с этой стороны. Сейчас в React Router есть папочка экспериментов, в которой я нашел стек, табы, там есть анимация. Ну, так, судя по коду. Но, на самом деле, попробовать это не очень просто, потому что оно сырое и работает плоховато. Короче, по результатам. Что такое React Router? React Router это очень простая миграция SWM. React Router это динамический роутинг. То есть, вам не надо изначально задавать роуты, вы их можете задавать по ходу открытия экрана. Это достаточно прикольно и классно. Но у вас нету элементов управления, то есть, вам практически никак не помогает React Router. У вас нету анимаций, у вас нету стеков и табов. В отличие от веба, где навигацию каждый себе рисует, как хочет и делает, как хочет. В мобильных есть достаточно четкие гайдлайны, как организовывается навигация. И, в принципе, от библиотеки ожидается, что она хотя бы вам поможет немножечко в этом направлении. Короче, получается вот так. Хороший для быстрой миграции, если у вас скоро дедлайн, если вам надо быстренько что-то напилить. Но, реально, UX не суперовый. То есть, выпускать такое приложение в продакшн, ну, не классно. Вообще, в принципе, какие стадии проходят приложения? Вот у вас есть сайт. Вам говорят, давайте сделаем мобильное приложение. Вначале вы делаете адаптивную версию. Потом эту адаптивную версию вы заворачиваете в WebView. И это уже сайт, это уже мобильное приложение. Ну, не совсем. Потом в это мобильное приложение потихонечку начинают набегать интеграции. Вы все-таки пробуете использовать какие-то API. Например, если это интернет-магазин, то вы можете узнать, где находится пользователь. Это, в принципе, бывает полезная информация, если вы делаете приложение для какого-то большого универмага. Но наступает момент, когда вы переходите, когда вам надо все-таки идти дальше. Дальше сейчас лучший момент – это React роутер. Поэтому… Ой, не React роутер. React Navigation. React Native. Sorry, sorry. Да, ну, короче, вы можете все попробовать. И в конце концов на React Native, как и я, остановитесь. Так вот, миграция – это важный момент. Но все-таки хотелось бы больше. Native Base Solutions. Это вторая категория решений. Это достаточно мощная категория. Эти решения используют нативные компоненты операционной системы, которые установлены на телефоне. Это круто. Самый популярный сейчас пакет из нативной навигации – это React Native Navigation. Его поддерживает фирма Wix. Wix делает конструкторы сайтов. Wix достаточно крупная и приятная контора. И они вкладываются в этот пакет. Инсталляция. Если у меня есть интернет, я попробую открыть. Инсталляция, к сожалению, поскольку это нативный пакет, она занимает какое-то время. Вам приходится залазить в код, и вам приходится даже немножечко начать понимать нативную разработку. Еще одна проблема в том, что есть навигация, есть библиотека и есть React Native. И у всего этого есть разные версии. Эти версии часто не совпадают. И периодически то, что вам рекомендуют сделать тут, абсолютно не означает, что оно будет так в реальности. Поэтому я рекомендую браться за это дело, только если вы прямо точно понимаете, куда вы идете и зачем. Короче, из Hard. Это сложно. Я вообще только демку хотел сделать, но реально я на эту демку убил больше всего времени из всего доклада. Выглядит это неплохо. Видите, тут когда появляется экран, он немного перекрывает. Это проблема гифки. То есть работает он хорошо на самом деле. Как видите, используются примитивы операционной системы. То есть тут реальный iOS стек, а тут реальный Android стек, которые появляются и исчезают так, как вы хотите. Кроме того, вы можете использовать табы, драйверы. У вас есть разные возможности. Но, во-первых, после того, как вы инсталлировали, а инсталлировали вы долго, и это все было непросто, и вам пришлось связываться в эту всю нативную штуку, у вас изменяется точка входа приложения. Теперь вы должны стартовать ее из другого места. Кроме того, вы должны стартовать ее, ну, чаще всего стартуется как tab-based. То есть если вы хотите сделать туда приделать логин-скрин, это будет не суперудобно и не суперпростно. Да, и обратите внимание, тут указываются скрины, какие используются в этих табах. Эти скрины надо регистрировать отдельно. То есть у вас достаточно сильно меняется приложение. Вы не экспортируете их, не показываете, а вы их отдельно регистрируете, и уже Navigation делает дальше работу. С чем это связано? С тем, что вообще, в принципе, на мобильных приложениях навигация короля. Она там запускает, она показывает экраны, а не вы. Поэтому все так сложно. Кроме того, обратите внимание, тут используются иконки. С иконками отдельная вообще история. Это страшная вещь. То есть для того, чтобы вообще получить доступ к стандартным иконкам, вам их сначала надо предзагрузить, а только потом стартовать приложение. То есть есть, короче, много вещей, о которых вам приходится задумываться, когда вы разрабатываете. Да, вот, кстати, на самом деле, палитра решений намного шире. То есть это не моя дамка, это демка с официального сайта. То есть, в принципе, вам доступно все, что доступно в операционной системе, и даже немного больше. Попутно давайте глянем еще одно решение. Это Native Navigation. Как видите, разработчики упражняются в использовании слов React, Native и Navigation. В экземплировании специально, чтобы вы не запутались в этих библиотеках. Так вот, на Native Navigation разрабатывается AirBnB. Она типа растет, и AirBnB классная контора, но даже они сами признаются в документации, что, ну, стремно использовать еще. Поэтому они прямо ссылку поставили. Берите VIX, короче, если вы не знаете. А если вообще не знаете, то лучше двигайтесь дальше, проходите. В общем, для всех Native Based Solutions. Они реально классные. Они быстрые. У них нативный UI и UX. Но их сложно интегрировать. И их потом сложно поддерживать. Потому что, когда вы влазите в нативщину, вам начинают вылетать эксепшены, для понимания которых вам надо понимать, что там происходит в середине. Иногда вам надо что-то поредактировать в коде. Ну, то есть, реально появляется целый уровень сложностей. Это неплохо. В принципе, если вы собираетесь сделать какое-то продакшн-приложение, и вы знаете, что делаете. То есть, это вообще, скорее всего, выбор для вас. Но если вы хотите сделать что-то быстренькое, ну, и в продакшн, как это обычно делается у нас, то это не самый классный выбор. Кроме того, они еще не совместимы с Credit, React Native, APP и Export. Export. Это означает, что, ну, много работы ложится на вас. То есть, даже те инструменты, которые в React Native созданы для того, чтобы облегчить вам жизнь, они недоступны. То есть, вы остаетесь один на один с этой страшной библиотекой. Если у вас что-то ломается, ну, звоните кому-нибудь, не знаю. Вообще, кстати, Slack-канал неплохой. В Slack-каналах сейчас обычно очень помогают. React-сообщество очень бодро. очень бодро развивается и очень такое helpful, помощническое. В общем, они хорошо интегрированы с окружением, но их тяжеловато использовать. То есть, берите их, если вы знаете, что вы делаете. Better solution. React Navigation. React Navigation появился буквально год назад и за год React Navigation стал практически дефолтом. Ну, не практически дефолтом, но на самом деле дошло до того, что выпилили старое решение и удалили из документации упоминание про навигатор, про навигатор экспериментов вплоть до самых первых версий React Native. То есть, вы можете зайти на документацию, там уже как будто бы React Navigation с нами был всегда. Но, к сожалению, тогда, когда я начинал, его с нами не было. React Navigation реализует практически все примитивы операционных систем, которые вам нужны. Но не обманывайтесь. Это на самом деле не нативно. То есть, это очень похоже на то, как это выглядит на айфоне. Но на самом деле это не айфон. Это нарисовано JS, поэтому оно не всегда так бодро работает, как хотелось бы. Код. Код достаточно простой. Вы создаете стеки. Да, еще что приятно, то что у вас есть несколько примитивов, например, табы, стеки, дроверы, свитчи, и вы можете их складывать, как хотите, и компоновать. В отличие от Native Based Solution, когда вы стартуете Tab Based Application, и уже там вправо-влево тяжеловато. Это наше приложение. Студенты. Есть курсы. Это стек студентов. Мы описываем все экраны, которые могут находиться в этом стеке, которые можно открыть и посмотреть. Табы. Табы. Упс. Да, я напоминаю, что эту демку вы, в принципе, можете загрузить и попробовать. Она работает бодренько, без лишних телодвижений. И это преимущество именно React Navigation. У вас есть возможность использовать React. Вам не надо там предзагружать иконки, не надо мучиться со многими вопросами. Дровер. Да, кстати, благодаря разделению кода вы можете сделать, ну, например, в моей демке загружаются табы на EOS, драйвер на Android. Но это только потому, что я захотел и назвал, сделал два навигатора отдельных. Вы, в принципе, можете сделать наоборот или вообще как хотите. Потому что это JS-based. Вы тут свободны. Вот есть навигатор Android, в котором у нас описаны стеки и описан драйвер. И есть навигатор EOS, в котором тоже, опять же, описаны стеки, но уже в конце описаны табы. Дровер. Меня немного спущает в API то, что вам надо, в принципе, указывать для табов и для дровера одно и то же. Но почему-то иконку надо указывать по-разному. Из-за этого у меня большой кусок кода не получилось переиспользовать. И switch. Switch позволяет просто переключить экраны или переключить стеки. Или переключить какие-то компоненты. Например, тут реализована навигация, ой, реализован логин. То есть изначально вы залогинили в приложении, но вы можете выйти, пропадает топ-бар, и дальше вам надо ввести, ну, сейчас просто кнопочку нажать. Код тоже очень простой. Короче, в общем, по React Navigation. React Navigation очень просто интегрировать и использовать. React Navigation выглядит как настоящий. React Navigation очень активно поддерживается сообществом. Его разрабатывают вообще топы. То есть люди собрались, которые пробовали разные решения и поняли, что это все не то, собрались и сделали хорошо. Сделали хорошо, но есть один недостаток. Не всегда они такие быстрые, как хотелось бы. Иногда, если приложение нагружено, то экраны могут подлагивать, анимация, потому что это, ну, как софт-анимация. Она ничем не ускоряется, никаким хардваром, как, например, на iOS, потому что iOS разбуди ночью, нажми кнопку, он заезжает, экраны все четенько. В React Navigation не всегда это так. Но вообще, в общем, это классно. React Navigation это прекрасно. Если у вас есть какие-то сомнения, не думайте. Берите React Navigation. Основанная на React Navigation Солюшн. Если вы знакомы глубоко с React, то у вас может появиться необходимость использовать Redux. Ну, вообще так, в принципе, в React-сообществе принято. Если что-то где-то происходит, надо туда пихнуть Redux. Вот. Во-первых, на мобильных ситуация немного другая и немного по-другому организовано течение данных. Redux в основном используется для согласования данных и для передавания их какие-то компоненты. Для согласования данных, в принципе, сейчас популярно использовать GraphQL, когда вам данные вообще не надо согласовывать, вы их просто достаете так, как вам надо для этого конкретного экрана. Для передачи вы можете использовать сейчас React 16.3, вы можете использовать контекст. То есть, в принципе, кроме того, построение мобильных приложений отличается от построения веб-приложений. В веб-приложениях у вас много всего на экране в разных местах и вы хотите, чтобы одновременно и у пользователя появлялось, что у него одно сообщение и был список сообщений и еще где-то там появлялось, что у него есть какой-то notification. В мобильном обычно все не так строго. То есть, экран обычно показывает одну какую-то сущность или список. Поэтому, в принципе, я вам не рекомендую React Native Rooter Flux. Это первое. Второе, почему он меня пугает, тем, что он вначале был в оболочке вокруг X-навигатора, потом он был вокруг эксперимента в навигации, после этого он оборачивается вокруг React-навигации. То есть, реально каждую версию у него меняется API. Но, может, он там не сильно меняется, но немного все-таки меняется и вам надо переделывать. И, как вы понимаете, как это принято в open-source, если выходит новая версия библиотеки, то старую версию библиотеки поддерживаете вы. Кроме того, они вначале, ну, называется React Native Rooter Flux, Flux, и они вначале, когда был моден Flux, говорили, что Flux это классно, потом вышел Redux, и, конечно же, все, все забыли про Flux. Redux. Redux это наше. А теперь MobX. То есть, короче, постоянно что-то меняется в этой библиотеке, и это опасно. Я такое в продакшене не люблю. Я такое вообще не люблю, даже не в продакшене. Давайте в общем. Оно позволяет вам контролировать состояние. Если у вас реально какое-то сложное состояние в приложении, которое там в разных местах, и вы хотите много всего кешировать, ну, не хотите перегружать много раз какие-то данные, да, можете попробовать. Но реально добавляется сложность, я бы рекомендовал все-таки начать попробовать без него. Потому что, ну, опять же, как React Project строится? Мы натягиваем свой любимый boilerplate, в котором там редакции, экшены, вся эта штука. На самом деле, все намного проще может быть. Кроме того, в этой библиотеке API меняется, ну, чуть чаще, чем раз в месяц. Не знаю. Ну, раз в год, на самом деле, я утрирую. Хотя тоже это не супер классно. В общем, в общем, что я хочу сказать. In the land of JavaScript, no one is king for long. В земле JavaScript-овой никто не правит долго. Реально, те решения, которые актуальны сейчас, это средств на сегодня. Реально, все может измениться достаточно скоро. Как, например, изменилось с Expo. Еще вчера QR-коды работали в презентациях, сегодня нет. Вы с этим столкнетесь еще, скорее всего, на других докладах. Кроме того, есть еще пространство для улучшения. Если React Navigation сейчас лучшее место, чтобы начинать, но у React Navigation все-таки есть просад по перформансу. Это означает, что есть пространство еще и возможность появиться в библиотеке, которая будет такой же классной и простой в использовании, но нативной. Ждем. Вопросы? В App Store запрещено магазины внутри магазинов по их условиям использования. А Expo как бы с QR-кодами получается похоже на магазин бесплатный. Это странно звучит магазин бесплатный, но Apple так решила. Apple достаточно строгий в этих вопросах. Поэтому QR-коды просуществовали относительно недолго. Возможно, они найдут другое решение. Но Expo все еще работает. То есть вы можете по ссылке получить приложение, но не рассчитано, что кто-то другой по ссылке получит ваше приложение. Да, вопрос. Еще вопрос. Ты в основном используешь если он включал с кем-плейс? Включи, пожалуйста, пару. Плохо, да. Правильно. А так? Так неплохо. Хорошо. Ты используешь с кем-плейс в основном, но есть хорошие библиотеки, с кем-плейсом, реактные, и новинейшие сейчас и ответ не как-то на полномочий не зарушил. Очень похоже не пьяный. Попробуй это, но не работает и он за самым делал. Сейчас обмотаю секундочку. Так. Да, вот, короче, у нас викс, который неплохой, но его сложно интегрировать и с ним потом сложновато работать. Я вообще, да, я все-таки склоняюсь к JS-based решениям, если вы хотите сделать что-то быстро, потому что в принципе обычно моя работа ориентирована мобильно, это как бонус к сайту. Поэтому мы стараемся не углубляться глубоко, кроме того, это обычно что-то поверхностное, типа каталог. То есть если вы стартуете или если вам надо сделать что-то не очень сложное и запустить его в продакшен, то JS-based solution это классно. Если вы знаете, что это надолго, что это все сложно и вы хотите, чтобы это работало идеально, тогда конечно найти DPS-решение. И RPNB я тоже упоминал, но на нем я демку не сделал. Я выбирал для какого из них делать демку, да, RPNB новее и для него интереснее, но они сами в принципе признаются на сайте, что все еще очень сырое, поэтому используйте VIX. Я послушал их совет. Спасибо. Еще вопросы? Да. Ну и в JS-based solution в React Navigation и в VIX в принципе приходится писать самостоятельно. Но VIX немножечко помогает в этом направлении, потому что ну по крайней мере стеки работают нативно. Хотя тут таббар, я не знаю откуда он взялся, скорее всего это их самописанный какой-то таббар. С СУП, правильно? Что? С СУП. Да, есть, есть пространство для развития, я же говорю, ожидайте буквально, может вы проснетесь завтра, а уже это все не актуально и вообще надо все по-новому писать. Ну как сегодня например осталось. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос по поводу как насчет custom transaction навигации. Пробовали? Нет, я на самом деле с этим не сталкивался, то есть у меня обычно решение, я скажу, конечно, много маленьких решений, чем одно глубокое и сложное. поэтому я в это не углублялся, к сожалению. У кого-то еще есть вопрос? То есть подружить стек навигатор и с драйвером навигатором нормально, чтобы с драйвером работал на экран, а потом по результату пошел по стеку. А чтобы потом побег баг на андроиде, оно нормально обракуло. Чтобы вы могли переключиться с драйвером на другой экран, а потом вернуться и там стек был тот, который у вас. то есть в той же момент ты пошел по стеку направо, 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 а потом тебе же доступный навигатор. у вас в принципе в React Navigation есть доступ ко всем примитивам, поэтому вы можете скомпоновать их в принципе как хотите. То есть я думаю, что это в принципе вполне реально, но возможно придется самостоятельно что-то написать. А опыта такого? Ну опыта такого не было, не было необходимости, потому что там такой стандартный подход, там такой, все к нему в принципе привыки. еще вопросы? Здравствуйте. В плане использования памяти, какое из решений вы считаете лучше? Ну я считаю, что на этих бейст совершенно безусловно лучше. В плане использования памяти, потому что они на этих бейст, они используют примитивные операционные системы или вопрос был... Что? Записаны? Из записанных новой библиотек на этих бейст решения я имею ввиду это вот викс сейчас. Спасибо. У кого-то есть еще вопросы? Есть еще такая липа, не знаю, использовав native base, которая довольно-таки развивается неплохо и там есть и реализованный и дровер, и тап, и все это. Native base? Да, native base. Я, честно говоря, не пересекался с ней, но я попробую обязательно. Спасибо. Хорошо. И по React, 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 в принципе, он указал в решении от React, прям предлагается. Вот ты говоришь по перфомансу, когда переходы, когда большие данные, тогда отреагарить, как ты? Как ты? Как ты боролся с этой проблемой? Ну, у меня не было такой проблемы. То есть я использовал из коробки, React Navigation у меня в полной устраивает. Хорошо, спасибо. Какая-то, как пакетик, либо кращая по перфомансу, ну, так то одна из наекращая. Ну, по перфомансу лучше React Native Navigation от Wix, потому что она нативная. А ты, может, работай какие-то тесты на рахунок React Navigation с коробки, насколько вы победили? Ну, я не замерял конкретно там, во сколько раз. То есть это в основном проявляется при нагрузке какой-то. То есть это не такой простой тест. Но люди, которые проводили тесты, я лично не проводил, но люди, которые проводили тесты, говорят, что React Native Navigation, очевидно, что должны работать быстрее. То есть если у вас какой-то сложный рендеринг, если реально какие-то проблемы, то, возможно, React Navigation вам не подойдет. Но если ничего такого нет, то если у вас простенький магазин или что-то такое без нагрузки, то вы можете в React Native Navigation не углубляться, использовать простой React Navigation. Дякую. Есть еще вопросы? Спасибо за доклад. А как с навигацией, ой, с анимацией от React Native Navigation? То есть на Android, на iOS. Как она, вот если мы, допустим, переходим по прямым этим, не просто один за одним, как стеки, а на логин, логаут, она нормально работает? Ну вы можете использовать все анимации, которые есть на платформе. То есть в основном это модальное окно, например, на iOS заезжает снизу в Android, оно фейдит. Ага, ну то есть ли кастомные какие-нибудь анимации использовать, они сами по себе не тормозят, нету таких эффектов, которые портят вид? Сложно сказать. Честно говоря, я подготовил, работал с этими решениями на самом деле в рамках этого доклада. То есть в принципе React Navigation это решение моего выбора. Поэтому я вам по этому поводу вряд ли что бы смогу сказать. Понятно, спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо, Евгений. У кого состоит вопрос, вы можете... Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...